здравствуйте дорогие друзья сегодня я хотел вам рассказать как я обновил bios на ноутбуке и машина с е 525 вот такой ноутбук е машин здесь моделька е 525 для того чтобы обновить bios нужно сначала узнать какая какая версия прошивки установлена на вашем ноутбуке в данный момент это можно сделать несколькими методами но самое простое это зайти в bios при загрузке компьютера и посмотреть какая версия прошивки там указано запускаем ноутбук нажимаем f2 вот здесь можно видеть версию прошивки 303 сейчас затем нужно зайти на сайт производителя ноутбука и скачать официальную прошивку забиваем в поисковой строке я машина вот мы видим home я машину ском заходим здесь можно сменить язык change language выбираем русский поддержка скачать драйвера и утилиты выбираем здесь модель ноутбук есть серия е 525 и опускаемся ниже вот здесь мы видим что вот такой ноутбук у нас имеется операционная система windows 74 бит установлена вот драйвера здесь все вы видите которые можно использовать при переустановке системы документы здесь руководство по эксплуатации и вот нас интересует bios вот у нас есть у нас сейчас версия 3.02 стоит ну вот нажмем здесь все 3.02 вот она и здесь вот есть еще несколько вариантов выбираем требуемый вариант загрузить и он соответственно попадает к вам папку загрузки я скачал здесь bios вот в эту папку вот у меня здесь 302 есть вот 303 я хочу поставить сейчас 3.03 что я должен сделать я хочу обновить прошить bios через dos потому что это более безопасно как создать загрузочную флешку под dos показываю значит забиваем в интернете в поисковике hp-usb-tool вам выходит вот вам выходит программка это скачиваем ее устанавливаем на компьютер скачать вот устанавливаем на компьютер и вставив диск вставив свою флешку она должна быть пустой то есть не надо все данные нужны убрать потому что она будет отформатированы и запустить эту программу запускаем ее от имени администратора запустить от имени администратора так и вот здесь видим девайс нашу флешку kingston data trailer вот здесь ставим файл систем фат 32 здесь название произвольное ставим галочку quick format и create a dos startup диск и вот здесь вот нажимаем путь до папочки dos я на нее размещу ссылочку чтобы вы могли скачать и нажимаем ok старт он производит форматирование и создает тем самым загрузочную дискету флешку загрузочную флешку вот после этого соответственно вы на эту флешку кидаете прошивку и прошивальщика открываю эту папку в папке dos хранится сама прошивка вот она файл fd и программа флешит которая производит прошивку мы все это копируем и и вставляем во флешку ставить вставляем наши требуемые файлы вот они 303 прошивка так флешка наша готова так дальше завершение работы нужно нужно вот это название файла вот переписать сюда букв до цифр подробно на листочек чтобы его сейчас запустить 0303 так все завершение работы хочу обратить ваше внимание что производитель дает информацию вот сказать вот вот этот вся папочка которую я скачал с сайта производителя открываем ее видим вот bios я машину стрельной версия прошивки 304 windows открываем и здесь уже идет папка dos windows и ридми если человек хочет обновить через windows вот он использует папку windows вот здесь прошивка под windows так если человек хочет обновить bios через dos он заходит в эту папку есть мы видим вот программу flash it который обновляет прошивку и сама прошивка вот она с расширением fd но не путайте вот эту папку dos вот эту что и папкой dos которую вы должны использовать и указывать к ней путь при создании флешки загрузочной флешки это папка у нас здесь вот она имеет надпись dos маленькими буквами который создается при который используется при создании загрузочной флешки вот она содержит всего два файла команд и ой оу точка сис вот эту папку вы используете указываете к ней путь при создании загрузочной флешки вот не перепутайте потому что они называются одинаково вот dos маленькими буквами используется при из при создании загрузочной флешки а то что мы скачали с сайта производителя прошивки здесь мы видим до с большими буквами уже написано и в ней лежит прошивка с расширением fd и программа flash it прошивальщик это очень важно запускаем ноутбук нажимаем f2 вот здесь можно видеть версию прошивки 303 сейчас будем прошивать 304 перемещаемся в меню boot вот здесь нажимать нажимаем стрелочками выбираем нашу дискету вот она kingston нажимаем f6 клавишу и она поднимается вверх на первое место нажимаем f10 для сохранения enter все пошла загрузка так вот здесь мы прописываем flash it flash it пробел внимательно печатать чтоб все буквы у вас были пропечатаны дальше номер прошивки кей и w кей и w f 0 304 . незабываемое разрешение fd чтоб фд маленькими буквами так enter предупреждение чтобы пользователь не выключал питание пишет что инициализация идет прошивки загрузка файлов существующая прошивка видим версии вот 303 новая 304 и вот здесь идет информация об обновлении блоков здесь от указан флэш комплей пишет теперь компьютер выключается и перегружается загружается windows и мы можем проверить работоспособность ноутбука запуск windows происходит сейчас нужно проверить все ли все ли оборудование распознает ноутбук и нормально ли он работает windows загрузился это уже хорошо обновление биоса произошло можно сейчас зайти еще раз биос и посмотреть какая версия там прописалась сейчас мы это сделаем включаем ноутбук и нажимаем f2 чтобы зайти в биос так биос открылся и смотрим версию прошивки bios version system bios version 3.04 прошивка произошла на этом все дорогие друзья кому понравилось видео ставьте лайки подписывайтесь на канал до новых встреч вот такой ноутбук е машин здесь моделька е 525